Так, небольшое представление. Всем добрый день. Это Света, Света из Подольска. Она стала участницей в моем тренинге «Быстрый старт ВКонтакте» по продаже цветов в первом потоке. Сегодня мы подведем небольшие итоги нашей работы. Света, привет-привет. Я тебе задам несколько вопросов, потому что всем интересно, как вообще все происходило. Я уже не стала так сильно раскрывать всю нашу жизнь за эти полтора месяца. Скажи, пожалуйста, почему ты решила пойти на тренинг именно ко мне? Ну, во-первых, Оль, за тобой я смотрю уже давно. Неоднократно видела твои курсы. А тут раньше был Инстаграм, работала, а сейчас все перешли в ВК. А как его шевелить, как с ним работать, не знаю. Ну и тут высветилось твое объявление. Думаю, а что б нет? И пришла. Слушай, а вообще, какой больше всего вопрос тебя интересовал, когда ты пошла на тренинг? Ну, то есть, ты же понимала, например, как бы, о, Оля проводит тренинг. Что у тебя было за бэкграундом? Ну, то есть, какой прям самый-самый насущный вопрос, который ты хотела решить? Чтобы были продажи. Чтобы были продажи с ВК. Ну, а ты понимала, почему их у тебя нету? Ну, тут несколько факторов. Я так считала, что, во-первых, ВК еще не настолько был развит на тот момент. Все сидели в Инстаграме. То есть, в ВК мало пользовались люди. И плюс нету знаний, не было, как это все должно быть устроено. Хорошо, ладно. Ну, получается, ты вообще им никогда не занималась в ВК особо, да? Он был, да. Страница была, группа ВК, были продажи, но они были такие, редкие, там, может, одна, две, три месяца. То есть, такой большой разброс. Ну, это если не считать праздники. То есть, вот обычные дни, оно, по большей степени, тишина была. Редко, когда там выпадали. В праздники, конечно, да, видимо, люди все ищут, кто где сидит. Там побольше в эти дни выпадало заказов. Слушай, а на стабильность мне не устраивает такое, что один-два заказа в три месяца. Хорошо, а что у тебя сейчас происходит после тренинга? Ну, вот за все время тренинга получилось 16 заявок с ВК. Заказов 11. Из них там два на март уже. То есть, заранее люди сделали предзаказ. И сумма со всех этих заказов получилась 23,150. Ну, грубо говоря, у тебя, получается, через день уже стабильно пошли заказы. Да, через день один-два заказы выпадают. Плюс из-за того, что сделали, оформили правильно группу, подсказала ты, как вестись ее надо. Проснулись постоянные, которые давно уже. Которые сидели в этой группе, молчали. Они сидели молча. Сейчас они как-то лайкают, заказы делают уже. Больше доверия, видимо. Но я списываю это на то, что больше доверия просыпается. Потому что люди теперь следят. Плюс мы личную страницу сделали. Она привязана к группе ВК. То есть люди и там, и там смотрят. Слушай, а скажи, какие у тебя были самые такие три инсайта, которые ты поймала во время обучения? Было для тебя что-нибудь такое прям вау-вау эффект? Когда ты так, о, да ладно, да ну, серьезно, такое может быть? То есть было ли что-то во время тренинга? Да. То, что можно анкеты собирать, как говорится, вообще не напрягаясь, не приставая к людям, они сами будут тебе их присылать. Полноценный заказ. Ну да. То есть человек уже зашел в какую-нибудь плюшечку, посмотрел, его это устроило, он оставил, так сказать, заявку. Там на какую дату ему надо. А еще есть какой-то инсайт? Ну, плюс красивое оформление. У меня с этим вообще были проблемы. То есть тебе было, в принципе, комфортно, да, что дизайн весь входил в пакет? Да. Это вот очень удобно, то, что дизайн, всякие картинки, которые нужны там для виджетов, все, посты, которые ты нам давал, то есть это все прям очень удобно, не надо заморачиваться. Просто копируй, подправляй под себя и выпускай. Так, хорошо. И третий инсайт, который ты прям, что для тебя было еще волшебным, удивительным? Ну, может быть, даже лично для тебя как бы было что-то прям такое касательно... Личная страница может так работать, привлекать людей. Я думала, ну, личная страница – это моя, там, где мои фотографии с детьми, отдых, и все. Не надо ничего писать. У меня там раньше были всякие статьи, я копировала себе по поводу приготовления еды какие-нибудь рецепты, ну, такие чисто женские, бытовые. А потом вот все переделали, личную страницу, и люди оживились. Оказалось, что она является мощным инструментом. Ну, да, она как... Работают в тандеме вместе с группой. Потому что человек, видимо, заходит в группу, посмотрел, полистал, поковырялся, нашел, как администратора меня, перешел, а там тоже все, тоже самая тема вся одна. А не так, что разброс. Ну, да, 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 раз и внимание ушло, все, смотрит там на личке куча репостов, человек такой, понятно, и уходит, и слился. Да, а так мы и на личной странице, получается, про нашу группу и про себя рассказываем, и в самой группе уже чисто вот по-цветочному. А какая главная ценность для тебя была в тренинге? Знание. Знание – это очень ценно. Тем более, я не знаю, как другим, но мне вот было все понятно. То есть ты настолько вот прям по пунктикам все это рассказывала, снимала видео, показывала, куда, чего нажимать. То есть для людей, которые вот, допустим, более старшего поколения, да, в группе у нас были, я думаю, им это вот тоже прям очень было удобно, потому что не все с компьютерами, так сказать, на хорошей ноге. Ну, часть из них справились тоже, да, как Аня Матигорова, вообще прям я поражена. Молодцы. То есть знание – это прям вот самое ценное. Без знаний никуда. Ладно, хорошо. А как ты думаешь вообще, сейчас, короче, немножко такой типа хайп про тренинг, что смогло выделить этот тренинг от других, возможно, курсов, которые ты проходила? Даже для меня этот ответ, ну, как бы является очень важным, потому что я хочу его еще улучшать, улучшать и улучшать. Ну, то есть прям доработать. Вот что, по твоему мнению, выделяет его среди других тренингов? Может быть, смежных, которые ты проходила? Мне кажется, выделяет его тем, что ты не даешь воды, как многие другие. То есть вот где-то все расплывчато, а по факту толком ничего нет. А у тебя прямо все по полочкам. Благодарю. Так, хорошо. Давай теперь про тебя прям вот. Что изменилось вот у тебя? Что произошло с тобой? Вот мы завершили тренинг. Ты поняла, как делаются продажи. Вот что с тобой изменилось? Какие у тебя чувства, ощущения, эмоции? Что тебя сейчас внутри переполняет? Ну, стало больше уверенности в себе. То есть я теперь начала понимать процесс. Может, не полностью еще, конечно, но вот основу процесса продаж, как это должно все происходить, что на это влияет, уже начала понимать. В связи... И из-за этого, получается, ну, больше уверенности в себе. Ясно. Получается, какие... Вот смотри, мы увеличили продажи. Это была, в принципе, основная задача. Правильно? Да. Мы ее решили? Ну, либо частично, либо полностью. Ну, в любом случае, группа – это, да, инструмент готовый, который теперь у тебя есть. Теперь эту машину потихоньку раскачивать, 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 и она раскачается. Вот. Потому что все самое основное, в принципе, уже сделано, и все рекламные инструменты попробованы. Скажи, какие у тебя теперь есть планы на будущее? Есть что-то, что ты запланировала для себя в дальнейшем? Ну, не берем сейчас 8 марта праздники, понятно, да, там продажи, там дикий, дикий, там, как бы, режим. Вот. А вообще, есть какой-то у тебя, как бы, планы, которые ты поставила? Что тебе дальше делать? Ну, из глобальных таких планов – это масштабироваться. То есть надо увеличивать помещение, сотрудников побольше, чтобы успевали справляться. Потому что если дальше будем вот так вот все раскачивать, как бы все инструменты пробовать, тестировать, естественно, какой-то заходит у кого-то, какой-то не заходит, допустим. Ну, все равно надо пробовать, надо смотреть, потому что любой может принести тебе, так сказать, деньги из-за заказа. Вот. И, соответственно, со временем заказов будет больше, поэтому в глобальных таких планах масштабироваться. А ты хочешь переехать, сменить помещение, или ты пока еще об этом не думала? Я пока еще не думала, что им, ну, как сделать. Это вот такая вот намеченная цель. Короче, когда ты начала получать заказы, ты поняла, что если так, дальше пойдет. Да, если дальше там увеличивать процесс, все эти продажи увеличивать, то придется масштабироваться. Да, согласна. Я уже не один раз тоже задумалась о том, что либо открывать вторую точку, либо переехать в центр с большим помещением, потому что в нашем помещении, где мы находимся, я не могу прямо использовать все по масштабу, потому что если мы завалим себе заказы, у нас просто холодильник не вмещает столько цветов, сколько мы можем обрабатывать. Или соседнее помещение, Оль. Да, там конкуренты. Ну, нам это подвинуть чуть-чуть, занять территорию. Да, да, да. Хорошо. Скажи, кому бы ты порекомендовала вообще этот тренинг? Как по твоему мнению? Кому он больше всего подходит? Я понимаю, что он сделан только для цветочников. Ну, да, он как бы больше всего подходит для цветочников. Но, в принципе, если ниша как бы смежная и чем-то похожая, то можно, конечно, и другим людям его использовать этот тренинг. Но тогда им придется посидеть и слишком много работы переделать. А тут у тебя все готово. То есть не надо заморачиваться, особенно для предпринимателей. И это прям, я думаю, очень полезно. Что не надо тратить лишнее время. Грубо говоря, за тебя уже все сделали. Тебе только немного это переделать от себя, внедрить и смотреть, что работает, что не работает. Ну, да. Где-то надо поправить, что-то улучшить, что-то наоборот, вычеркнуть, какой-то инструмент, который не работает, чтобы не тратить на него силы. То есть, как бы курс основной для цветочников, если вот так брать, без изменений. У тебя, получается же, до тренинга был Инстаграм, правильно? Да, Инстаграм был пока вот. Я считаю, что все каналы, в принципе, хорошие. Но иногда бывает так, что они у нас исчезают. Ну, я бы не сказала, что Инстаграм, Оля, исчез. Ну, он не исчез. Но единственное, стало меньше. Дело в том, что чуть по заморочести стало с ним работать, а так, да, в принципе, все его используют, я не спорю. Скажи, как ты считаешь, стоит ли развивать ВКонтакте? И, ну, насколько это, в принципе, для тебя просто или сложно? Ну, то есть, видишь ли ты в этой соцсети для себя какой-то потенциал? Или пока, ну, то есть, на каком ты этапе находишься? Я понимаю, что все привыкли к Инстаграму, да, как бы к запрещенной сейчас в России соцсети. Вот. Я сама в нее безумно влюблена. Но и в ВК я также влюблена. У меня, короче, даже такая двойная любовь. Вот. Мне очень хотелось донести до всех участников тренинга, что это очень мощный инструмент. Вот скажи, есть ли у тебя, изменились ли какие-то твои мнения по поводу этой соцсети? Считаешь ли ты, что да, стоит туда вложить силы и развивать ее, потому что она имеет место быть как привлечение клиентов? Ну, естественно. Это такая же площадка, как Инстаграм, грубо говоря, где сейчас люди начинают тоже купать. И довольно-таки много. То есть клиенты есть, поэтому надо работать. Есть, да-да-да. Особенно, ну да, клево. Там вообще прикольно. Можно прям и с высоким человеком цеплять. Да. Тут тоже я бы не сказала, что они маленькие. Вот. То есть бывают заказы на такую хорошую сумму. Да, у нас тоже прилетают такие прям вкусняшки. Ну, мне кажется, вот я читала твой пост и с тобой полностью соглашусь, что люди, которые заказывают на крупную сумму, они не пойдут в магазины искать. А им быстрее залезть в интернет, набрать по, допустим, ключевым словам, им интернет выдаст. Это экономит время. И им удобно. То есть они сами заказывают уже, им привозят. Ничего, никуда ходить не надо бегать. Ну да. А если у тебя красиво все представлено в плане и лакшери-сегмент тоже есть, то шансов, что у тебя такое закажут, гораздо больше. Поэтому клиенты есть везде, в любой, так сказать, на любой площадке их можно найти. Главное знать как. Да-да-да. Супер. Света, огромное благодарю тебя за уделенное время. Спасибо большое. Это Светлана из города Подольск. У нее есть цветочный магазин. Все, кто хочет, в принципе, подобных результатов, я приглашаю заполнить анкету на участие, когда у нас будет, в принципе, набор. Мы позвоним вам и пригласим в тренинг на второй поток либо на следующий. Ссылку я оставлю ниже под описанием этого видео. Вот, если вы хотите приобрести цветы, порадовать своих близких, родных в городе Подольск, welcome к Светлане, наш шикарный флорист и очень-очень-очень прям с индивидуальным подходом каждому клиенту. Поэтому, если вы хотите заказать и получить еще и скидку 10%, я тоже оставляю ссылку под этим видео, вы сразу сможете заполнить форму, вам позвонят, все, и предоставят. Ну, еще раз, Света, благодарю за твой отзыв, за твое мнение, вообще за доверие, за то, что ты плодотворно работала, выполняла все задания прям идеально, день в день. Вот, я желаю тебе... Ты прям в рядах самых первых, в числе первых. Это было для меня просто, знаешь, такое удивление, что ты так... Знаешь, что человек прям настолько целенаправлен, целеустремленный, это вообще огонь. Я желаю тебе побольше таких высокочековых клиентов. Вот, ты действительно сильный, классный флорист, ты молодец. Ну, а мы остаемся в чате, в клубе, и будем дальше работать, чтобы у нас эта машинка не останавливалась. Ну, точно. Да, все, благодарю тебя. Только вперед теперь. Так, сейчас я остановлю... Субтитры подогнал «Симон»